Привет! Вы сейчас видите масштабы грядущей катастрофы. Я не помню, когда я в последний раз снимала распаковку подобных вещей. Обычно у меня это идёт где-то под трансляцию. Но теперь я поняла, что сегодняшние коробки, сегодняшние посылки достойны отдельного видео. И будет сегодня много всего книжного и интересного. Я когда увидела, что в той большой коробке, я просто... Я особо там не вглядывалась. Когда я приоткрыла её, я поняла, что это надо открывать на камеру. В общем, я начинаю с серого пакета, который у меня здесь есть сегодня. Такой мешок, который потом ещё пригодится много где. И там у меня... Кто там? Я не знаю, кто. А, это я сама себе пошуршала и подумала, что кто-то пришёл. Здесь у меня две книжки. Одна из них запакована. Это Фабр. Восстание жуйков. Майя Леонард. И я так подозреваю... Подозреваю. Поздравляю. Я так подозреваю, что здесь у нас продолжение. Мы будем связать с вам, Робинс, в этом месяце работать вместе. Поэтому ждите отзывы уже в ближайшее время. И здесь... Ааа, ещё что-то. Ааа, по-моему... Да. У меня развязалась вот эта штуковинка. Короче, вот здесь вот был брелок с... Ну вот, как бы... С этим товарищем. И здесь ещё было, что очень важно. Кроме открытки, закладочка и... Конфеты. Мне жалко их открывать. Неожиданно позвонили из издательства Клевер. Уже на подходе к моему дому. Заходит курьер. Я вообще не в курсах. Мы с ними вроде ни о чём не договаривались. И в прошлый раз, когда то же самое произошло, я немножко расстроилась, когда меня не спросили. Но сегодня я готова просить всё. И вы скоро узнаете, почему. Во-первых, здесь четыре книжки. Сейчас я вам про них немножко расскажу. Во-первых, это так называемые кислотные обложки. Вы наверняка их видели в Инстаграме, как минимум, потому что многие их там показывают. На Буктюбе я, наверное, особо и не видела. Здесь она запакованная. Сейчас я быстренько расскажу вам о чём что. Джилли Ганьон называется книжка «Люблю тебя». О, какой желтый... Боже мой, это реально такие летние книжки. Я вот-вот-вот на столичках близка, чтобы их скоро читать. Женщина. В общем, книга «Люблю тебя» — это книга про девушку, которая влюблена в одного парня. И она делает его фотку, вывешивает в интернет. И теперь проблема. Эта фотка стала такой популярной, что все девочки вокруг просто на 100 миль вокруг любят этого парня, а не только наша главная героиня. Поэтому у неё проблема. Следующая книга — это Дана Шварц. Называется «Роман я уезжаю». У него фиолетовые странички. Эта книга посвящена путешествиям главной героине дедушка, по-моему. Да, дедушка дарит ей летнюю поездку по Европе. Я думаю, что она американка, раз по Европе. И она туда отправляется колесить, скорее всего, встретит какую-нибудь свою любовь. Мне так нравится, что наши издатели стали обращаться к этим мягким обложкам. Когда я была помладше, мне казалось, что мягкая обложка — это признак, ну, не то чтобы дурного вкуса, но вот у меня ассоциировалось это с Дарьей Донцовой и всем подобным. И так происходит у большинства, в принципе, читателей в России. Именно поэтому мы так долго не могли бы дойти к нормальным мягким обложкам. Я надеюсь, что подростковая литература сейчас, она начинает менять этот процесс. Я просто к чему? Надеюсь, это скажется на стоимости книг, что они будут чуть дешевле, их будет производить чуть проще. Ну, в общем, надеюсь. Твёрдые обложки тоже клёвые, это никто не отрицает. Следующая. Холиборн, самая толстая книга здесь с розовым корешком, называется «Родственные души». Про эту книгу даже в аннотации особо толком ничего не написано, всё такое мистическое, непонятное. Я могу сказать точно, что вот Наташа читала Холиборн «Манифест как стать интересной», и эта книга ей не очень понравилась, но вот как раз «Родственные души» она читала или читает сейчас, и вот эта книга ей нравится значительно больше. И последняя книга она в плёночке, потому что она в 17+. Называется «Идеальная химия» и автор Симона Элкелес. Сложная фамилия, очень сложная. Тут, как говорится в аннотации, история про девушку, которая переходит в новую школу, и там она встречает главаря местной банды, с которым у неё не залаживается. Суть, потому что книжка в 18+, я боюсь представить, что там. Но, помимо книг, что же там ещё было? Я причём удивилась. Обычно, когда приносят какого-то рода коробки, книги в коробке, а не на коробке, не рядом с коробкой. А тут, как бы вы видите, вот на столе она стоит. Здесь написано «Лето в коробке». Вы готовы? Вы готовы видеть? Сейчас. Опа! Битком просто она набит. Этот запах! Пушечки! Мне так не хватало лета в коробке, вот серьёзно. В прямом смысле, в переносном смысле. Лето у нас нет, и, судя по прогнозам, не предвидится. Давайте смотреть, что здесь написано. Здесь рассказывается про серию, соответственно, что это бестселлеры, романтика подростковая, захватывающий сюжет, и книги, которые хочется коллекционировать. Ну, судя по корешкам, это точно правда. И что такое летняя коробка? Это всякие фрукты и овощи. Помните, как издательство один раз вместо книжки прислало пиццу? Я считаю, что фрукты это новый уровень просто, потому что я обожаю фрукты и овощи. У меня в семье просто ещё ролик, так что. Давайте смотреть, что там есть, потому что... Сейчас я немножко отставлю. Значит, первый пакетик. Виноградище! Я чуть сегодня, вот буквально, не купила винограду. Буквально полчаса, наверное, назад я стояла, купала клубнику и такая, ммм, что я обожаю зелёный виноград. Я не фанат красного, потому что красный редко бывает без косточек. А я всё-таки ленивый любитель фруктов. Здесь есть ещё... Есть что-то лёгенькое? Та-дам! Распаковка еды, это просто... Как я обожаю... Слушайте, а я никогда не пробовала. Это похоже на... Сейчас, сейчас. Что это? Это похоже на личины, более маленькие и менее колючие. Ну, это какой-то, видимо, их родственник. Пахнет, как горьким лимоном, что ли. Вау! Это надо попробовать обязательно. Черёшенка! Тоже сегодня вот прям стояла. Но я удержалась и взяла тоже килоклубники. Затем... Обожаю эти круглые персики. Это как называется? Это смесь инжира с персиком. Инжир вообще, в принципе, мой самый-самый любимый фрукт. Но до него... Или это ягода? Короче, до инжира в сентябре. Я поем инжира в сентябре! Простите, это превратилось в канал про еду, но нет. Это того стоит. Он называется мангустин, но я ни разу в жизни его не пробовала. Б. манго. Я подозреваю. О, оно такое мягкое. Не то, что в магазинах продают. Это манго какое-то специфическое. То есть оно не выглядит как такое, которое обычно продают. В магазинчиках. Огромный ананасичи. Апельсинчики. Блин, я боюсь его доставать. Я реально боюсь, вдруг он меня укусит. Вдруг он меня укусит! Я так понимаю, что там внутри должно быть что-то сладенькое, мягенькое, но вот это я никогда в жизни не пробовала. Ну вот, получилось такое неожиданно спонтанное видео. Вообще не собиралась ничего сегодня снимать, но... Как видите. Большое спасибо издательству Robbins, издательству Clever за то, что задарили подарками. С едой это просто... Я бы, знаете, что прочитала. Мне понравилась первая, про фотографию. Я бы её почитала. Я лишь тем более небольш... Как сложно, как сложно жить, когда ты книжный блогер на диете. Я даже не знаю про путешествия, наверное. Я обожаю путешествовать. Я надеюсь, я зарядила вас немножко летней атмосферой, даже если она немножко вымышленная. Хотя солнце-солнце-то выглянуло. Ну а на сегодня это всё. Если вы читали какие-то из книг, которые вы сегодня видели в видео, то обязательно пишите об этом в комментариях. Ваше мнение и впечатление. А я всегда ваша. Субтитры подогнал Игорь Негода.